всем привет меня зовут алина и очень рада что вы заглянули на мой творческий канал в этом видео мы будем создавать вкусный и полезный букеты сухофруктов и меда для букета я купила вот такую небольшую баночку думаю она отлично будет смотреться в букете также я возьму миндаль в скорлупе и грецкие орехи и сухофруктов я выбрала наиболее яркие это была папайя курага и помело а также дом у меня всегда найдутся финики насаживаю все сухофрукты и орехи на шпажки к примеру миндаль насаживается очень просто у них есть небольшие отверстия и таким образом шпажка хорошо туда входит грецкий орех уже крепится немного другим способом с нижней части ореха есть небольшое углубление и туда отлично тоже заходит шпажка а все сухофрукты крепятся очень-очень просто к примеру папайя продавалась длинными полосками это так не годится для букета поэтому нужно их разрезать на небольшие части на 2 или 3 и еще этот срез в букете будет смотреться выигрышным способом и папайю тоже насаживаю на шпажке далее зеленые сухофрукты я тоже делю на две части и насаживаю на шпажки и так все продукты у меня подготовлены орехи и сухофрукты уже нанизаны на шпажки сейчас я покажу как я крепила баночку меда так как у меня есть определенные грани у банки и она не круглая это было мне еще намного удобнее на каждую грань я прикладываю по 2 можно даже использовать по одной шпажке и просто их обматываю скотчем таким образом я фиксирую банку вот так должно получиться постепенно выправляю все шпажки и фиксирую саму банку скотчем постепенно спускаюсь к низу и заматываю скотчем вот так вот так просто и быстро можно закрепить абсолютно любую банку или бутылку в букете за каркас я возьму кусочек оазиса или можно использовать пенопласт в общем что найдете дома но с оазисом работать намного легче я решила сделать букет круглым можно его сделать и квадратным и поэтому я взяла крышечку от банки и сделала нужную мне форму далее с помощью канцелярского ножа я срезала ненужную часть оазиса и так как только одна сторона получается ровным со второй я тоже прикладываю крышку и прорезай нужную мне форму далее лишний оазис нужно срезать получается вот такая основа для букета очень ровная и аккуратная помещаю оазис пакет и делается это для того чтобы оазис не крошился если вы используете пенопласт или пеноплекс думаю этого делать не нужно лишний пакет я срезаю и фиксирую еще дополнительно с помощью скотча и вот такая основа получилось давайте собирать букет центр я помещаю баночку меда и делаю это для того чтобы букет не заваливался в разные стороны если видны шпажки на банке то их можно опустить с помощью ножниц или секатора или каких-то других тяжелых предметов далее размещаю все сухофрукты секциями сначала зеленые потом красные а затем уже оранжевые таким образом получается осенняя гамма такого количества сухофруктов мне хватило конечно я переживала думаю вдруг не хватит или еще что-то но все получилось отлично и так как я задумывала далее чередую красные сухофрукты и вообще существует большое разнообразие видов букетов и сухофруктов можно делать какие-то спирали зигзаги или еще что-то но я решила сделать таким образом в центре создать небольшой переход себестоимость такого букета у меня вышло примерно 500 рублей можно делать мини букет и комплименты тогда у вас они не тратят большое количество средств дальше еще один цветной сухофрукт это курага больше всего мне понравилось крепить курагу так как у нее наиболее удобная форма и получается ее красиво вложить в букете и чтобы сухофрукты плотно держались я их еще дополнительно обматываю скотчем так они плотно прилегают к друг другу и к банке вот так должно получиться согласитесь что это очень удобный способ не нужно собирать его по спирали еще как-то если вы не профессионал в этом деле далее по моей задумке по краю должны располагаться финики и миндаль так как они маленького размера и еще я буду добавлять грецкий орех всего у меня пять штук грецкого ореха и думаю они будут как раз смотреться симметрично вокруг букета еще раз повторюсь что этот способ крепления мне очень понравился фиксируется все сухофрукты и орехи плотно их можно сжать и по краю тоже хорошо получается сделать такую окантовку из орехов попробуйте воспользоваться именно таким способом я уверена он вам понравится и вы будете максимально быстро делать подобные букеты остались последние штрихи и мой букетик почти готов он мне уже очень нравится вот так снизу фиксирую с помощью скотча букет получается плотным и сухофрукты хорошо держится на месте для упаковки букета я выбрала вот такую красивую бумагу она в жизни такого малинового цвета с одной стороны она глянцевая а с другой матовый но к сожалению на камеру это не видно отрезаю полоску бумаги и складываю ее пополам если вам подходит по высоте именно этот размер бумаги то оставьте так оттайок у меня букет получился чуть ниже я отрезала лишнюю часть примерно у меня получился вот такой размер но его можно варьировать всего у меня получилось 4 полоски бумаги еще одна фишка сборки таких букетов это липкая часть скотча когда вы приклеиваете нужно его перевернуть липкой частью и зафиксировать таким образом когда вы будете закрывать нижнюю часть букета то у вас бумага сама приклеится дальше снова делаю липкую часть и скотча и затем уже начинаю оборачивать букет по бокам бумагой до 1 листок бумаги у меня приклеен я делаю снова липкий слой и затем уже фиксирует так друг за другом каждую часть бумаги торчащие края бумаги я срезала и букет получился таким круглым по желанию снизу можно украсить лентой а у меня получился вот такой букет попробуйте сделать ведь он станет замечательным подарком на абсолютно любой праздник а если это видео вам понравилось и было полезным то ставьте лайк пишите комментарий а также подписывайтесь на мой канал до новых встреч всем пока пока увидимся в новых видео